Повестка дня очередного совещания у главы республики была насыщенной. Обсудили выполнение краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ход строительства и ремонтных работ на объектах образования. Задача на этот год масштабная ремонта и реконструкция подвергнутся школы, спортивные залы и площадки. Всего 98 объектов. Во многом это делается для того, чтобы ученики перестали учиться во вторую смену. Еще одна причина – большой износ зданий и отсутствие в них элементарных удобств. В этом году на эти цели выделено более 600 миллионов рублей. Предусмотрено софинансирование из республиканского бюджета. Правительство республики намерено построить и реконструировать пять школ. К 1 сентября двери откроют школы в Ядрине и столице Чувашии. Участники совещания детально обсудили ход работ по большинству объектов. Выяснилось, что на ремонт спортивных залов в ряде районных школ даже не заключены контракты. Что касается детских садов, то здесь особое внимание обратили на ликвидацию очередей для детей ясельного возраста. Срок ввода 16 дошкольных учреждений тоже нынешний год. Из них 10 в Чебоксарах, по одному в Канаше, Цивильске, Новочебоксарске и Комсомольском районе. В столице наблюдается отставание от намеченного графика. Глава республики потребовал от городских властей жесткого контроля и принятия срочных мер. Кроме того, на совещании обсудили, как идет ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах, итоги мониторинга потребительских цен на социально значимые продовольственные товары в первом полугодии.